добрый день вы на канале своими руками с вами макс вы находитесь у меня дома строю свой дом потихоньку а конкретно сейчас делаем ремонт ванной комнате вот подошел этап сделать нам гидроизоляцию пола здесь показал где спрятаны деньги предварительно пол я загрунтовал и когда грунтовка у нас полностью высохла я все большие швы и трещины просто запенил монтажной пеной сейчас вот я ее срезаю она высохла подготавливать основание хотя производитель рекомендует использовать специальные шпаклевки для заделки таких мест я же опять так как в своем доме это мой объект на свой страх и риск сделал так вы можете наблюдать какие четкие плавные красивые движения ведь я отработал хирургом 15 лет ну ничего что на свинарники поросят аппендициты вырезал пол у меня тут собран кто знает смотрит мои ролики супер полк на уф листы гвв и я тут накосячил так как первый раз имел дело с такими листами и пару листов я перевернул кверх ногами соответственно у меня появились зазоры благодаря вам подписчикам кто-то мне подсказал что нужно стелить задом наперед там маркировкой другой страной и тогда все стыки были четеньки уже дальше кстати все инструменты и материалы которые используются в этом ролике у меня будет список под видео кому интересно можете пройти ознакомиться и даже там заказать гидроизоляция инструмент все будет под видео а также ссылки на наши все социальные сети instagram instagram и контакты всем рекомендую подписаться на нашу группу вконтакте там все новинки все новости все там в первую очередь ну а также второй канал захарята подписывайтесь ними но после подготовки нам нужно заделать все стыки примыкания так как у нас это примыкание пол стена это считается самый высоко нагруженный стык так как пол и стена у нас выполнены из разных материалов то соответственно они испытывают разные линейные температурные расширения соответственно их между собой поженить трудно и при разных температурных или влажных режимах они по-разному разбухают набухают расширяются и этот стык постоянно испытывать разные напряжения соответственно его нужно предварительно подготовить наносим нашу жидкую гидроизоляцию на стены и пол толщина нанесения ориентировочно примерно 0 8 миллиметра и до миллиметра носить можно хоть кисточкой хоть шпателем хоть руками в общем кому как удобно наносится самое главное чтобы у нас не было прогалов пробелов шов который стык сам хорошо забиваем гидроизоляцией ну а дальше берем туалетную бумагу разворачиваем ее по длине отрезаем сколько нам нужно конечно я шут производитель рекомендует использовать специальную ленту для стыков все производители гидроизоляции производят такие ленты но так как я из очень богатой интеллигентной семьи я не мог позволить себе купить эту специальную армирующую ленту так как у нее цена более 2000 там за 10 метров поэтому я использовал простой строительный бинт на свой страх и риск никому не рекомендую не советую если будете делать делайте правильно делайте по инструкции покупайте ленты эти профессиональные и вклеивайте их чтобы было вас стопроцентное решение задачи но так как это мой дом мой объект у себя я решил по экспериментировать кабельцы на свой страх и риск зная все последствия скажем делаю для себя вот таким моментом посмотрим как что это будет работать дальнейшем увидим ну в общем по такой технологии намазываем все швы на ширину чуть больше нашей ленты и проклеиваем все стыки стыки проклеим с перехлёстом обязательно втапливаем можно шпателем опять же повторюсь можно рукой предварительно нужно конечно подстричь ногти чтоб не поцарапать ничего не порвать все я в данной ситуации делаю просто руками равномерно все размещаем и последующим слоем вторым сразу же намазываем на бинт утапливая тем самым его в слое гидроизоляции все весь периметр комнаты который нам был необходим мы обработали гидроизоляции и в дальнейшем можно приступить уже наносить гидроизоляцию на само основание пола производитель рекомендует гидроизоляцию эту наносить в два этапа первый этап в один слой потом спрос с простушкой в течение трех часов и повторно вторым слоем для этого производители делают два вида гидроизоляции два вида двух цветов синие и красные для того чтобы перед перекрывание гидроизоляции можно было видеть качество нанесения но кто-то из подписчиков опять же типа лайфхака подсказал что мы наносим первый слой и растягиваем его кисточкой допустим по вдоль а когда при последующем уже поперек и туда уже четко видно волокна по вдоль они хорошо видны или поперек и можно одним цветом работать и хорошо видно как слои перекрываются такой небольшой секретик ну если на полу на встречаются какие-то трещины то их тоже желательно заделать лентой армирующей лентой в моем ситуации опять же это строительный бинт я прямо накладываю раз влаживаю и замазываю сверху гидроизоляции слоем вот так вот красиво все втопил я художник от слова х ну еще одна трещинка тоже ее перекрываем дело в том что так как мы в доме уже проживаем получаться весь пол у меня нет возможности сразу дело гидроизоляцию делаю кусками кто мастера знают в жилых домах делать санузел это как серпом по кокосам с разбегу очень очень неудобно так как горшок нужен его нужно как-то перемещать нам нужно создать зону для нашего белого трона также чтобы она все качественно высохла там соответственно буду на частями укладывать плитку там порядка четырех штук они когда высохнут перенесу горшок и потом в дальнейшем начнем доделывать дальше кусок пола очень неудобно но вариантов нас как бы нет все качественно замазал чтобы никаких у нас пробелов не было наносим на основание растягиваем а потом уже создаем как бы как я говорил ранее волокна заканчивающий рисунок в одном направлении что при последующем слое нам можно было ориентироваться вот я разглаживаю в одном направлении у меня вроде как получается даже ну вот такой результат у нас получился наша часть нужная для нас обработана очень симпатно красиво я задумался он нужно ли нам вообще укладывать плитку как говорится и так красиво смотрится и так сойдет ну а с вас ребята ставим пальцы вверх топе 1 на канале подписываемся обязательно и ждем новых серий ну а